Доброе утро, мои дорогие друзья! Ну что, о чём сегодня будем говорить? Как начинаю о чём-то говорить, так появляются какие-то у меня хейтеры, которые начинают мне, что я хитрая и т.д. и т.п. и всякое такое. Вот начитала с комментариев, думаю, господи, нету-нету этих самых комментариев, а потом какие-то новые появляются и начинают писать, в чём я хитрая. Сегодня хочу рассказать, девочки, о моём газовом котле. Я ждала это с нетерпением, когда придёт мастер, и что у меня с ним случилось после того, как мне Ариша сказала, что у них ремонтировали и заплатили там 450 рублей. Я была в шоке. Но думаю, интересно, отчего же он у меня мог испортиться, если только недавно, буквально два месяца у меня проверяли его. Пришёл парень другой совершенно, начал смотреть. Говорит, откройте воду. Говорит, а что у вас так вода течёт? Еле-еле. Говорит, напора нет от этого. И всё, и получается в котле, что нет напора, он и работает как хочет. Он и прёт вот на эту вот, на всю катушку. И так оно и будет. Я говорю, что же мне тогда делать? Он, во-первых, надо, говорит, разбираться с водоканалом, потому что мы ведь это мы не сможем сделать, мы вам ничего не изменим. И говорит, я предполагаю, что кто-то на вашей линии там что-то подключил. Он мне объяснял там очень хорошо. Я немножко его попыталась сначала снять этот, потом думаю, нет, не буду я его снимать. Отключилась, потому что он бегал туда-сюда, в аду включал, выключал и что-то там делал. Думаю, не буду, я немножко сниму, чтобы вы видели, что мастер ко мне приходил. А вот, говорит, вам надо разбираться в первую очередь с водоканалом. Но, говорит, я вам сделаю, но это только, говорит, на время, конечно, до того, как будет отопительный сезон. Потому что, девочки, честно, ни хрена не поняла. Ни хрена не поняла. Там это очень всё это заумно. Естественно, мастер понимает, он и объясняет, как надо. В общем, он мне объяснил, что потом отопление будет включаться, там оно не будет на полную катушку как-то работать, не будет греться, как надо, т.д. и т.п. Короче. Вот. Он мне называл цифры, что вода должна идти на 6,6,5, по-моему, а она у нас идёт на 2 с чем-то. А мне вот Таня, наша соседка, говорила, тебя устраивает этот напор? Что это у нас такое стало с напором, что вода еле-еле идёт? Я говорю, ну, идёт, и ладно. Я ж не думала, что она вот так вот, всё это зависит от этого напора. Ну, текёт и текёт. Неудобно, конечно, то, что вот, когда волосы просто моешь под краном, она идёт, её полощешь головой, ту полощешь, полощешь, уже устанет спина у тебя стоять так попой кверху, пока выполощешь эту голову. Вот, ну, было бы наша Алинка, она всегда у нас заведовала всем вот этими, всеми этими делами. Она умница была, везде бегала. Ну, у неё машина, она поехала там, разобралась тут. Я-то не пойду бегать по этим точкам, по разным газовым, водонапорным, и всё, и т.д. и т.п. Вот, Алинка уехала, теперь каждый сам за себя. Вот, так что я при нём, вот когда, пока он тут у меня что-то подкручивал, чтобы вода у меня не нагревалась выше сорока, говорит, больше я не, иначе я не могу сделать, вы вот ставите на минимум на тридцать пять, ну, а она вот потом может до сорока хотя бы быть, не больше, не до шестидесяти. Но это, говорит, всё принудительно, поэтому, говорит, когда будете топить, это надо будет изменять всё. Поэтому решайте этот вопрос сейчас, вот, сначала с водоканалом. Я говорю, а потом? Я говорю, это ж, наверное, надо возвращать на место всё там, что вы там подкручивали. Я говорю, он у меня не взорвётся случайно? Он говорит, нет, это самое. Но, говорит, всё, надо будет вернуть на круги своя. И выписал мне вот такой вот чек. Девочки, всё равно не увидите ничего. Тут так мелко написано. И я говорю, это надо сейчас вам заплатить. Он говорит, нет, это вы в следующем месяце, это придёт на почту, где вы платите, и тогда там вы это оплатите. И тут вот что-то вот написано. 7.04, потом НДС рубль 41, общая стоимость 8.45, потом ещё что-то снизу 6.15, НДС рубль 23, кругом НДС эти. И ещё 7.38. В общем, в общей сложности 15.83 и ещё плюс 2. 2.64 НДС, 20%. Там это видно отдельно написано, а тут уже общее и общее. НДС, НДС. Везде теперь НДС это. Сказал мне расписаться, себе такую тоже бумажку забрал. В следующий раз надо будет опять его вызывать, опять переустанавливать наоборот, опять столько же. Но, слава Богу, как Ариша говорила, 450. Это не 450. Это всего лишь, ну, 20 где-то, да? 16 и ещё 2, ещё 3, 19 где-то рублей надо заплатить. Вот. Ну, хоть что-то обрадовало меня с утра, но вот это вот всё с водой. Мне это совсем не нравится. Теперь же с водой приедут. Они же тоже не просто так приедут. Они приедут тоже за вызов высчитывают. И потом, что они там будут делать, и где они, что будут это искать, неизвестно. Когда мы трубы меняли, нас было, значит, сколько-то нас домов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь домов к этому, но у каждого отдельный колодец. Вот у меня с Таней напротив у нас отдельный колодец. Там у того дома тоже отдельный колодец. Это в том случае сделали для того, чтобы если вдруг у кого-то прорвёт вода, чтобы все сразу не отключались. Вот. А только это самое, в общем, кто-то один там в вентилете. Ой. Хорошо, когда есть мужчина в доме, который с этим разбирается. Но у нас было так, что если где-то что-то, наше количество домов собирались, где-то что-то меняли трубы, или ещё там прорывало, раньше всё время прорывало, потому что вода у нас была, водопровод у нас был, ещё бабушка моя делала это. Это, представляете, сколько лет назад, и вот трубы постоянно были уже, ломались. И мы вызывали их, сваривали, хомуты эти одевали. Вот. И всегда в этой компании собирались. Это выходила я. Вася никогда не выходил, никогда не интересовался. Его это не интересовало никогда. Ну, вот так вот. В общем, вот так вот, девочки, утром меня началось. К этому видео я ещё добавлю там несколько кусочков. То, что я снимала вчера, позавчера там кусочки эти снимала. Я уже соединю это всё в одно видео. Так что, может быть, там что-то, кто-то что-то для себя интересное высмотрит в этом видео. А я пойду на радостях помою волосы. Вот. Я люблю волосы часто мыть. Сама это не обязательно, если я ничего не делала, а целый день так вот поела, кофе попила, у телевизора полежала, чего мне постоянно лить в аду, полоскаться там. Вот. А голову надо помыть обязательно. Вот. И раз сейчас он мне сделал на 40, он говорит, идите попробуйте. Я попробовала. Ну, как бы рукой, вроде бы, как бы не... Но всё равно 40. Всё равно 40. Ну, а меньше уже не будет, потому что, а вина ведь... Минималка там на 35. Вот почему-то на отопление 25, а на в аду 35. И это... И нагревается, она говорит, я вам поставил на 40. Меньше, говорит, я не могу сделать. Так что пойду я помою волосы. Всё, никуда не пошла. И никуда не пойду. Хотя очень надо было бы сходить, у кота печёнка заканчивается. Заканчивается печёнка. Осталось, но на сегодня хватит. Завтра схожу. Завтра схожу. Но сегодня мне уже нету настроения. Почему-то. Тем более я позвонила в водоканал, они сказали, и ничего мне не сказали. Хорошо, ждите. Я говорю, когда ждать? Она говорит, вот сейчас с этой справочной мы передадим туда на водоканал, потом они позвонят вам, и вам скажут, когда они приедут, когда что. Поэтому сиди и жди, и никуда не уходи. Вот так вот. Так что буду сидеть, ждать. Ну, только пойду волосы помою. Вот так. Может, свет включить? Ну, если можно... Вот, над этим самым. Вот-вот-вот-вот, над котлом, да? Вот так вот. Это что, в водоканал тогда надо звонить и жаловаться, что напор плохой? Ну, конечно. Поймите. Мы же не можем вам дать напор. То есть это же как бы вода. Немного так. Сейчас посмотрим, сколько тут максимум, минимум ставит. Может, фильтр у вас забит холодной воды на входе? Такое может быть. 2,1. Отлично. Шмичёля мой пришёл на ужин. Целый день я его не видела. Целый день. Вот у меня балерон. Я хотела съесть кусочек, но надо же его угостить, правда? Надо же его угостить. Вот. Скажи, мне тоже это очень-очень нравится. Вкусно, да? Тебе такое нравится? Но он съел сначала свою печёнку свиную. Немножко. А теперь пришёл и стал просить. Лапка меня. Лапка меня. Да? Вкусно. Нету тут ничего. Что? Рука пахнет. Рука пахнет полерончиком. Вкусно. Шмячи. Скажи, дайте мне тоже. Дайте мне. Ну, что ты дала маленький кусочек? Дай ещё немножечко. Да? Шмячоленька. А, Шмячоленька мой. Моя киса родная. Моя родная киса. На. На, мой хороший. На. На, мой хороший. На, моя любимая кошечка. Кошечка. Не кошечка, а котик. Ну, ещё кусочек. С удовольствием. Вот это он с удовольствием. Я ж не буду тебе болерон покупать всё время. Это я по тебе просто угощаю. Да? Кисуля моя. Ты моя кисуля любимая. Моя любимая кисулька. Мой котик. Мой хороший. Мой хороший. Мой мальчик. Где ты спишь? Расскажи ты мне. Откуда ты вылазишь? М? Где ты спишь? Когда я тебя зову, ты не приходишь целый день. М? Кушать захотел. Захотел кушать пришёл. Ой! Что? Что ты чихаешь? Чихаешь, потому что домой спать не приходишь. Ночью уже холодно. А ты где-то тоже обитаешь, а? Дай глазик вытру. Дай глазик. В траве постоянно там где-то лежишь. Катучка моя. Моя котучка моя любимая. Чихает. Шапливый нос. Шапливый нос. А? Шапливый мой нос. Вот как нравится, да? Вот как нравится шейку погладить. Моя киса любимая. Моя любимая киса. Ну, всё, пошёл? Нет? Прилёг ещё? Думаешь, ещё, может, кусочек дадут, да? Привет, мои хорошие. Вот такой вот у меня обед. Большой лапоть куриный отбивной с огурцом, с помидорой. Не стала я делать салат. Чё-то я уже поленилась. Думаю, так буду есть. И виноградик. Виноградик не в каждой виноградинке косточка есть, а говорили, там много. Ну, и поставила телефон старый. Может быть, что-нибудь посмотрю, если он начнёт, если он будет работать. Новым лаком сделала свежий маникюр. Подрезала немножко ногти, потому что мешают уже очень длинные. И нанесла новый лак. Такой вот он розовенький, с золотистым отливом. Сохнет быстро. По качеству мне очень понравился. К вечеру стало немножко прохладней. Поднялся небольшой ветерок, и можно посидеть в беседке и выпить чашечку кофе. Сейчас он сварится. А МЧС всё время предупреждает, что будет сильный ветер, будет дождь, и будет очень страшно. Так что пока ещё погода неплохая, пойду посижу в беседке. А это у меня полынь стоит. Красивая, цветёт. Никогда не видела, как полынь цветёт. Пойдём в беседку пить кофе. И два последних кусочка пирога у меня осталось. Пойдём. Продолжение следует...